Во имя Отца и Сына Житие святителя Григория Двоеслова, Папы Римского Святой Григорий, Папа Римский, прозванный за свои красноречивые беседы Двоесловым или Беседником, родился в городе Рим. Отец его по имени Гордиан и мать Блаженная Сильвия оба были сенаторского, благородного и богатого рода. Но родство сего святого Григория было благородно не столько по своему сенаторскому происхождению, сколько по тем благочестивым и святым людям, которые находились в родстве с Григорием. Так блаженный Феликс, Папа Римский, был дедом Григория Двоеслова. Святая Торсилла, узревшая при кончине своей грядущего к ней Господа Иисуса, и Блаженная Эмилиана, сподобившаяся вместе с Торсиллою вечной небесной жизни, были тетками Григория. Точно так же и Сильвия, мать святителя, римскую церковью причтена к лику святых. Но сей святой род всего более украсил своей святостью блаженной Григорий, от юности подвязавшейся в добродетели и богоугодной жизни. С детского возраста, полюбив чтение книг, он впоследствии стал славным ученым и ритором. Он был человек, исполненный ума и добрых намерений, почему и избран был в сан притора. Однако мысли и желания Григория были направлены не столько к мирскому, сколько к духовному. Он желал быть иноком. Но при жизни родителей будущий святитель отлагал свое пострижение до времени более благоприятного, хотя и в мире он жил как бы иноком, проводя жизнь в чистом девстве. Когда же скончался отец Григория, он начал оставшееся ему большое имение тратить на подаяние милостыни и на созидание святых обителей, больниц и странно приимных домов. Так в Сицилии он создал шесть монастырей, снабдив их всем необходимым. А в Риме основал монастырь в честь святого апостола Андрея. Этому монастырю он положил начало в своем собственном доме, находившемся близ церкви святых мучеников Иоанна и Павла. Постригшись здесь, Григорий снял свои злототканные мирские одежды и облегся во власяные ризы иноческого чина, наставляемый опытными старцами Илларионом и Максимианом, а через несколько времени он стал игуменом той обители. Блаженная же Сильвия, мать святого Григория, жила в то время близ врат апостола Павла. Служа Господу, она проводила время в посте и молитвах. Пищей ее была сырая зелень, которую она каждый день посылала и сыну своему, блаженному Григорию. К нищим же и убогим она была так милостива, что раздала им положительно все свое имущество. Также и сын ее, блаженный Григорий, был так нищелюбив, что и последнего ничего не жалел, но тотчас же раздавал все просящим у него. Однажды, когда он сидел в келье своей и по обычаю переписывал книги, к нему пришел один нищий, кто был во образе нищего, ангел Господень, и сказал ему, «Пожалей меня, раб Бога Вышнего, будучи корабельщиком, я погубил в море не только, что сам имел, но и чужое». Нищелюбец и истинный раб Христов, святой Григорий, поболев о нем сердцем, призвал служащего ему брата и повелел дать человеку тому шесть златец, и нищий, взяв данное, ушел. В тот же день, через несколько часов, к блаженному пришел снова тот же нищий и сказал ему, «Помилуй меня, раб Божий, я так много потерял, а ты мне так мало дал». Святой Григорий опять призвал прислуживавшего ему брата и сказал ему, «Брат, поди и отдай нищему другие шесть златец». Тот исполнил это и взял нищий в этот день от святого Григория двенадцать златец и ушел от него. Через несколько времени нищий пришел к блаженному Григорию в третий раз и взывал к нему, «Помилосердствуй обо мне, отче, и подай мне и еще от щедрот твоих, ибо я в море очень много погубил чужого богатства, тогда блаженный Григорий снова сказал к служащему ему, «Иди, брат, и дай просящему еще шесть златец». На это брат сей ответил, «Поверь мне, честный отче, что у нас не осталось ни одной златецы». Но блаженный Григорий сказал ему, «Не имеешь ли дать чего-нибудь другого, одежды какой-либо или какого-нибудь сосуда?» «Я имею только один сосуд», ответил брат, «именно то серебряное блюдо, на котором твоя мать прислала тебе квашеное сочиво». «Иди, брат», — сказал тогда угодник Божий Григорий, «и отдай нищему и то блюдо, дабы он не ушел от нас опечаленным, так как он ищет утешение в беде своей». Бедняк, взяв то серебряное блюдо, радуясь, ушел от святого, и уже явно как нищий. Он более не приходил просить у Григория милостыни, но невидимо он все время пребывал при нем, охраняя его и помогая ему во всем. Ибо ангел Господень был приставлен к святому с силою чудесной благодати, коею святой Григорий потом и прославился, совершая в обители своей великие чудеса. После смерти Пелагия, папы римского, все единогласно избрали на престол его святого Григория, игумена Андреевского монастыря. После смерти Пелагия, папы римского, все единогласно избрали на престол его святого Григория, игумена Андреевского монастыря. Он же, избегая столь великого сана и почести, убежал из города и скрывался по пустынным местам. Ища своего пастора Григория и не находя его, народ римский предавался великой печали, и все стали усердно молиться к Богу, «Да явит он им раба своего». И вот появился огненный столб, всеми видимый, сходящий на то место, где святой Григорий скрывался, находясь в некой пустынной горе. Тогда все познали, что этот небесный столб явился ради святого Григория. Тотчас же все отправились на то место, где и нашли Григория и с неизреченной радостью увели его, хотя он этого и не жилал. В царствовании Маврикия святой Григорий был поставлен папою Древнего Рима. Здесь он особенно прославился несказанным милосердием к нищим и убогим. Он строил странноприимные дома и приюты для людей бедных не только в Риме, но и в других городах. В Иерусалиме устроил странноприимницу. На Синайскую гору он каждый год посылал большую милостыню на пропитание иноков. В Риме же святитель каждый день кормил всех нищих и больных, записанных им по имени в особой книге. Странников и бедных он часто сажал и за своей трапезой, причем всегда служил им сам. Раз он приказал своему Сакеларию призвать на свою трапезу двенадцать странников, чтобы с ними вместе пообедать. А когда все сидели за трапезой, святой папа увидел тринадцать сидевших странников. Тогда, призвав Сакелария, он сказал ему тихо, «Разве я тебе не двенадцать странников велел призвать? Зачем же ты, ослушавшись меня, призвал тринадцатого?» Испуганный Сакеларий сказал ему на это, «Поверь мне, причестной владыка, тринадцатого здесь нет». «Действительно, ни он, ни кто другой не видели тринадцатого?» Его видел один только святой папа. Во время обеда святой Григорий смотрел на этого тринадцатого странника, сидевшего на самом конце стола и видел, что лицо его часто изменяется. То он казался седым старцем, то молодым юношей. Когда все стали с трапезы, святой папа Григорий отпустил всех. Сего же тринадцатого странника, столь чудного по своему виду, он удержал и, взяв его за руку, ввел его в свою ложницу и там сказал ему, «Заклинаю тебя, великою силою Бога Вседержителя, скажи мне, кто ты и как твое имя?» На это чудный странник сказал ему, «Зачем ты спрашиваешь мое имя? Оно чудно. Вспомни одно, что я тот самый нищий кормчий, который некогда, придя к тебе в монастырь святого Андрея, когда ты сидел и писал в келье своей, получил от тебя двенадцать златец и то серебряное блюдо, которое тебе с сочивом прислала блаженная мать твоя Сильвия. Да будет тебе известно, что с того самого дня, в который ты с сердечной любовью дал мне его, Господь нарек тебя настоятелем сей святой церкви, за которую излиял кровь свою и наследником святого верховного апостола Петра, которому ты подражаешь в своем добродетельном житии. Блаженный Григорий на это сказал ему. Откуда ты знаешь, что Господь еще тогда определил быть мне папою? Я ангел Господа Вседержителя, ответил он, посему и знаю. Он еще тогда послал меня узнать, действительно ли ты ради человеколюбия, а не ради тщеславия творишь милостыню. Услышав это, блаженный Григорий впал в великий ужас. До того времени он никогда не видел явно ангела Божия, а сейчас беседовал с ним, как с простым человеком. Тогда явившийся ангел сказал святому, не бойся, ибо меня послал Господь, дабы пребывать с тобою всю жизнь и приносить твои молитвы к Богу. Итак, все, что ты будешь просить у него с надеждою, получишь. Тогда святой Папа, упав лицом на землю, поклонился Господу и сказал, если ради столь малой милостыни Господь воздал мне столько благ, что сделал меня и Папою своей церкви и приставил ко мне своего святого ангела, дабы охранять меня, то что же он воздаст пребывающим в законе его и творящим правду? После этого ангел стал невидим, а святой, воздавая Господу свое великое благодарение, стал еще более усердным в благодеяниях людям и в благоугождении Богу. В другой раз, угощая однажды обедом странников, святой Григорий по смирению своему хотел одному из них подать на руки воду, но когда обернулся, чтобы взять сосуд, то увидал, что человека того уже нет. Поискав его и нигде не найдя, Григорий весьма удивился. В следующую же ночь, когда святой папа спал, явился ему Господь и сказал, «В те дни ты угощал нищих, вчера же принял меня самого». Григорий о великом смирении святого Григория говорится и в лимонарии святейшего Сафрония, патриарха Иерусалимского. Вот что там пишется о нем. Однажды мы были у Аввы Иоанна Персянина. Он нам и рассказал о великом и блаженном Григории Папе Римском. «Захотел я однажды, говорил он, поклониться мощам святых верховных апостолов Петра и Павла и для сего отправился в Рим. Когда я однажды стоял среди города, то услышал в народе, что мимо должен пройти Папа. Тогда я стал ждать, чтобы видеть его. Когда он шел мимо меня, я решил поклониться ему. Но говорю вам, братья, вот Бог свидетель, что он, предупредив меня, пал на землю, поклонился мне и до тех пор не вставал с земли, пока не увидел что я прежде него встал. Поцеловав затем меня с великой любовью, он дал мне своей рукою три златицы и повелел выдать все необходимое для пропитания. Я же прославил Бога, давшего святому Григорию столь великое смирение, любовь ко всем и милость. Нельзя умолчать и о страшном чуде, сотворенном молитвами сего великого архиерея Божия над причистыми христовыми тайнами. Некая женщина очень известной в Риме принесла просфоры к божественному алтарю. В это время божественную литургию совершал сам святейший Папа Григорий. И вот, когда он преподавал людям божественное причащение, приступила и женщина та причаститься святых тайн. Но когда она услышала слова Григория «Преподается животворящее тело Господа нашего Иисуса Христа», то засмеялась. Тогда Папа Григорий, задержав свою руку, спросил ее «Чему же ты смеешься?» «Мне странно, владыка», ответила она на это, «что хлеб, который я испекла из муки своими руками, ты называешь телом Христовым». Святой «Видя ее неверие, помолился Богу и тотчас же хлеб по виду своему приложился в действительное человеческое тело. И это окровавленное человеческое мясо видели не только женщина та, но и присутствовавшие в церкви люди. Все, видевшие это чудо, еще более утверждались в вере, нисколько не сомневаясь, что в причистых тайнах под видом хлеба преподается истинное тело Христа, а под видом вина истинная кровь его». После того Святой Папа снова помолился и вид тела человеческого притворился опять в хлеб. тогда женщина та причастилась с великим страхом и твердую верою, приняв хлеб как тело Христова, а вино как кровь Христову. Сей великий светильник миру Святейший Папа Григорий украсил Церковь Христову не только своим равноангельным житием и дивными чудесами, но и своими многочисленными творениями, которые принесли вере православной великую услугу. А когда он писал их, то Дух Святой в виде голубя парил над ним. Это часто сподоблялся видеть и архидиакон Григория Петр, муж весьма добродетельный. Беседы Святого Григория с Сим Архидиаконом помещены в особых четырех книгах, преисполненных великой духовной пользой. Они содержат в себе краткие сказания о житии святых, богоугодно поживших в итальйской земле и душеспасительные поучения. Святой Григорий пас Церковь Христову тринадцать лет, шесть месяцев и десять дней и приставился ко Господу в царствование греческого императора Фоки. Молитвами святителя Григория Двоеслова Папы Римского Господи Иисусе Христе Боже Наш помилуй нас. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...